Функциональные многоборья или кроссфит – это тренировки, которые отличаются высокой интенсивностью, постоянной сменой упражнений, а также включают в себя элементы из различных видов спорта. Соревнования по функциональному многоборью – это уникальное мероприятие для нашей области, которое уже во второй раз проходит в Заречном. В день физкультурника на площади Ленина собрались кроссфитеры Пензы, Заречного, а также Саратова, чтобы побороться за звание лучших. Мы очень рады, что второй год проводится открытый кубок по функциональному многоборью. И рады, что это вызывает интерес не только у зареченцев, но и у вас, дорогие гости, что вы нашли время и приехали накануне вашего праздника – Дня физкультурника. Для Заречного соревнования по функциональному многоборью уже становятся традиции. Оно уже во второй раз проводится в нашем городе. И в этом году было внесено существенное изменение, благодаря которому принять участие в состязании смогли как и профессионалы, так и начинающие спортсмены. В прошлом году соревнования были командные. То есть нам был формат мужчин и женщин в команде, то есть соревнования проводились в виде команд. То есть команды могли быть смешанными. То есть у нас были команды, допустим, победители. Там была Зареченская девушка и мужчина из Саратова. А здесь формат соревнований личный. То есть спортсмен бьется сам за себя, соответственно, за клуб. В соревнованиях приняли участие как юноши, так и девушки. Ведь кроссфит не имеет ограничений по полу и возрасту. Первыми приступили к выполнению комплекса представители слабой половины человечества, а после подключились и мужчины. Первый этап включал в себя бег на дистанцию трикруга, становую тягу и бёрпи. Спортсмены должны были выполнить максимальное количество кругов за определенное время. Уже после первого состязания была отобрана лишь половина участников. На втором этапе кроссфитерам предлагался следующий комплекс упражнений. Спринт с пором на ноги, проседание рывковым хватом, запрыгивание на короб, рывки гантелей, перешагивание через тумбу. На третьем этапе состязались уже по три лучших спортсмена от представителей каждого пола. Когда силы уже были на исходе, необходимо было выкладываться на все 100%. Третий этап включил в себя рывки с весом 12 кг для девушек и 24 кг для мужчин. Взятие на грудь, горизонтальную гиперэкстензию с весом 3 кг для девушек и 6 кг для мужчин. После выполнения нескольких кругов этого сложнейшего комплекса, кроссфитерам предстояло финишировать отрезок на руках. Это упражнение можно считать самым трудным, ведь здесь важно было иметь не только отличную физическую подготовку, но и иметь хорошую координацию и уметь сохранять баланс, когда мышцы уже были забиты. Среди девушек победу одержала наша гостья из Саратова. Для нее это уже не первые соревнования. Елизавета уже принимала участие в командных соревнованиях в нашем городе год назад. Сейчас, набравшись опыта за год, девушка смогла завоевать заветное первое место. Я очень рада, я приехала сюда именно побеждать. Я знаю уровень своих соперников, я знаю, что я могла им противостоять, и вот получилось. Представительница Заречного заняла почетное третье место. Второе место взяла спортсменка из Пензы. Среди мужчин победителем стал наш Заречнец. Дмитрий работает в МЧС. Он уже участвовал в различных соревнованиях регионального и даже всероссийского уровня, где занял шестое место среди любителей по функциональному многоборью. Финальный этап этих соревнований дался спортсмену проще, чем два предыдущих. Ведь он позволил раскрыть ему потенциал, которыми не обладали его соперники. Много где участвовал, в каких городах. Но в родном городе пока еще не побеждал. Первая победа в родном городе. Это становится хорошей традицией для города. И очень радостно, что каждый год уровень растет. Формат соревнований улучшается, становится лучше, доступнее. Функциональное многоборье – относительно молодое направление, которое с каждым годом набирает все большие обороты. Очень часто здесь можно встретить атлетов, пришедших из других видов спорта. Кроссфит не только развивает мышечную массу, но и тренирует выносливость и силу. Любой желающий, будь тот начинающий спортсмен или мастер спорта, может прийти в функциональное многоборье и добиться больших высот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова